Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Практически всем в России известны пророчества об эшелонах, общий смысл которых сводится к тому, что всех, кто не согласится интегрироваться в цифровую экономику и не согласится принять антихристовые документы и начертания, будут ссылаться куда-то на севера, в контрационные лагеря, которые уже давно построены и строятся в России. Привожу некоторые из этих пророчеств, если вдруг кто-то не знает, о чем речь. Лаврентий Черниговский. В последнее время будут истинные христиане ссылаться, а старые и немощные пусть хоть за колеса хватаются и бегут за ними. Серафим Вырецкий. Потом начнутся гонения на христиан. Когда будут вглубь России уходить эшелоны из городов, надо спешить попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут. Химонахиня Нила. Когда начнутся гонения на верующих, спешите уйти с первым потоком отъезжающих в ссылки. Цепляйтесь хоть за колеса составов, но не оставайтесь. Те, кто первыми уедут, спасутся. Вы все увидите своими глазами. Ваше поколение встретит приход Антихриста. Николай Рогозин. Праведников Господь из городов выведет, только надо слушать голос. Если будет приказ, что куда-то повезли верующих, собирают, то прятаться не надо, а надо выходить, так как это голос Божий. И как только праведники выйдут, тогда Господь кару пошлет. Как вывел Лота. Сказал, выходи. Лот вышел. А если бы не вышел, непременно бы погиб за непослушание. Отправлять христиан будут этапами. Надо попасть в первый эшелон. В него будут вталкивать насильно конвоиры. А вы говорите, я верующий, тоже туда хочу. Отталкивать вас будут. Христофор Тульский. Батюшка говорил, что когда будут предантихристовые гонения, то будут увозить эшелонами. И что их будут три. Господь в свое время откроет, что это за эшелоны. Нужно стремиться сразу в первый эшелон попасть. И ничего не надо бояться. Как начнут арестовывать и вывозить, пускай увозят. Батюшка говорил, что люди с первым эшелоном спасутся не физически, а душой. А люди во втором эшелоне дают только наполовину. А третий эшелон вообще не дойдет. Я вас всех умоляю, говорил. Хоть за последнее колесо цепляйтесь и уезжайте. Куда будут гнать? Там будет особая благодать. Там будут только те, которые спасутся. Это все Божьи будут. Туда уже лишний не сядет. Батюшка учил, что как только гонения начнутся, то не надо ничего бояться. А нужно стремиться попасть в первый эшелон. Батюшка предупреждал, что надо быть готовым к этим гонениям. Иметь рюкзачок, наполненный теплой одеждой, обувью и деньгами. Хоть будет такой, что ни купить, ни продать. Но денежки все равно берите им. Раз, схватил рюкзачок и готов. Игуменгурий. Старайтесь попасть в первый эшелон. Первый эшелон и сама Божья Матерь будет встречать. Будет хорошо жить. Когда привезут, любой дом можно занимать. Если за вами не приедут, то вы уже не Божие. Надо за колеса хвататься. Но стремиться попасть в первый состав. Чтобы дубина домой пришла и увезла тебя первым эшелоном. Еще потрудиться надо. Оказывать духовную милость ближнему. Рассказывать, что паспорт и другие брать нельзя. Не молчать. Схимонахини Пиама Касаткина. У меня когда-то две знакомые матушки монахини жили. Они приехали с ссылки и предупреждали о номерах. Танюша, меня Татьяна в миру звали. Если будут увозить за непринятие, первое беги. Первым этапом беги. Будут и возгнать. Пусть увозят. Но вечность не меняй на кратковременные. Мы все равно здесь вечно жить не будем. В общем, пророчества об эшелонах моря. И самым старым из них более ста лет. Однако, несмотря на то, что многие апокалиптические пророчества уже реализовались, с этими эшелонами было не все понятно. Но теперь на одном из недавних заседаний Государственной Думы Российской Федерации господин Жириновский в своем заключительном слове все происходит. Слово предоставляется Жириновскому Владимиру Вольфовичу, руководителю фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе. Я всегда слушаю, все хорошо выступают, но вывод не делают. Последний выступающий правильно говорит, что некоторые отказываются давать свои данные. А кто-то от приивок отказывается. И что мы будем делать? То есть люди будут болеть, потому что рядом ребенок непривитый. Или данные не сдал свои и контролировать ситуацию не может. Ни в финансовой сфере, ни в другой. Предложение какое? У нас огромная страна. Давайте им заранее предлагать переехать в другие регионы России, где не будет прививок и не будет необходимости сдавать данные. Дать им топоры, деревянные счеты, и пусть возвращаются в пировытный общинный строй. Такое может быть вполне. У нас какая-то Агафья сидит до сих пор в Сибири. Ничего у нее нет, ни телевизора, ничего. Одна. Все уже умерли. Это риски, конечно, для общества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...